Доброе утро, дорогие телезрители! Вообще, отдельный привет родителям, которые собирают своих детей в школу или детский сад. Кстати, если ваш ребенок в этом году собирается идти в школу, то наш следующий сюжет специально для вас. Когда начинается подача заявлений на прием в первый класс и как попасть в школу не по прописке, расскажут наши корреспонденты в следующем сюжете. Скоро 1 апреля. Только родители будущих первоклассчик вряд ли будут отмечать День смеха. Скорее всего, это время для них выдастся напряженным. Именно в эту ночь с 0 часов 0 минут стартует запись в первый класс. Начальный этап – заполнить заявление. Сделать это можно на сайте госуслуг или на региональных образовательных порталах. Многие родители стараются подать заявление в первые минуты после открытия регистрации, чтобы попасть в выбранную школу. От этого часто бывают сбои на сайтах. Заявления также будут принимать лично. Вообще, в течение двух недель после подачи электронного заявления на зачисление в школу нужно предоставить оригиналы документов. Этот этап продлится до 30 июня 2023 года. Стоит помнить, что места в школах ограничены. И если вы протянулись подачей заявления, есть вероятность, что в выбранную школу, подходящую по месту прописки, ваш ребенок не попадет. Потому что существует очередность. Первым делом в школу принимают детей сотрудников полиции, военнослужащих, а также детей участников специальной военной операции на территориях Луганской, Донецкой народных республик и Украины. Потом идут дети, чьи братья и сестры уже учатся в выбранной школе. Только потом те, у кого нет никаких льгот. Стоит помнить, что на каждую выбранную школу подается отдельное заявление. Те родители, которые хотят, чтобы их ребенок учился в неподходящей по прописке школе, должны подавать заявление с 1 июля по 5 сентября. В Российском департаменте образования предупреждают, что попасть в желаемую школу не по прописке удастся не всем. Принимать детей из других районов будут только на места, которые остались свободными после зачисления детей с прикрепленной территории.